Добрый вечер ребята, сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красиво да? Царский трон Добрый вечер ребята, короче прибыли в кафешечку, присели на намеренные Ялты Добрый вечер Добрый вечер Может туда тоже дать. Ну, вообще релакс есть какой-то, да? Где этот город Ялта как? Понравился? Ну, первое впечатление, вообще-то хорошее, говоришь. Ну да, как говорится, пока все хорошо. Позитивных эмоций больше, чем негативных. Идем по намережной опять. Пойдем сейчас, подойдем, как ее там называют? Калипсо. Греческая, да? Где мы сегодня сидели, короче, днем. Попробуем даже сейчас потранслировать оттуда. Через перископ. Посмотрим, как там получится связи. А вот народ на городском пляже тусит. Добрый вечер, девчонки. Как бодрость духа? Скажите нам, вы как относитесь к Ялте, например, на вершине Ялты? Классно. Да? Очень давно здесь уже? Несколько дней? Седьмой день. Седьмой день? А вы откуда сами? С Владикавказа. А, Владикавказ, это серьезно. Так и сколько примерно отсюда ехать? Где-то с 2 суток, да. А, ну вообще, что запомнилось, например, набережной? Набережной, кроме набережной, вообще еще что-то? Ну, по поводу людей очень положительно. Да? А есть с чем сравнивать? Сочи были там где-то еще там? Я была везде, и мне кажется, здесь очень, очень, ну, лучше всего, и атмосферно. В Судаке были, да? Вообще в Крыму еще в каких-то других местах тоже были? Не были, да? В Ялте. Только в Ялте? Да. То есть у вас как бы ограничено Ялта, Гаспро там, да? Ну, мне кажется, там уже не было. В Турции были даже? Да. В Турции там же все включено, а как же, туда люди сейчас тянутся, там. Шведский стол все бесплатно. Да? Атмосферный. Атмосферный? Да. Приятней. Да. Набережная. А Геленджике не было? Не было. Ну, а Геленджике как вам? Здесь лучше, ездите сюда, если есть возможность, ездите сюда. Да? Ну ладно, ну все, спасибо, девчонки, хорошего отдыха. Давайте, до свидания. Ну вот, прогулочка на категорах предлагается. Сиденье, хорошая музыка для вашего прекрасного настроения. Объявляется посадка 500 рублей стоимость одного билета. Великолепное морское путешествие. Приглашаем всех желающих. Ну что, нормально идем. Посмотрим. Тут, короче, исполняют ребята живая музыка под гитару. Сейчас поцентим. Сиденье, все с ним. Он уже выдавит на пол. Не наказ. Вопрос из вечной. Зачем? Да почему? Я понемногу с ума. Ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь к тому. Я если встречу потом, передам ему. И слявый твой голосок. Я помню белые обои. И черная посуда на скрущевке твое. Думаю, откуда. Откуда. Моя пик. Верно. Вместе. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Эгагей. Что нравится вообще? Что запомнилось больше всего? Нравится надрежная. Все горе. А где вы часто бываете? Например, что посоветовать людям приезжем сюда первый раз? Мы только второй день здесь. Второй день. Еще сами ничего не видели, да? Много не видели. Мы собираемся на Ай-Петре. Ай-Петре. А как, по канатной дороге подняться хотите? Ну, мы тоже туда собираемся. Вы завтра? Да. Без экскурсии? Сами своим ходом? Нет, без экскурсии. А, и сюрси берете, да? На масочек гнездой попали, еще нет? Нет, вы все тоже. Тоже собираетесь? Да. А где до этого отдыхали? В каких городах курортных? Курортных нет. Не были больше вообще нигде? Да ладно. Да. А вы с какого города? С Казани. А Казань, в принципе, тоже так далековато, да? Так тысячи, наверное, где-то есть, полторы. Хорошего вечера вам, пещенки. Давайте, удачи. Давайте, спасибо. Что, прокатимся? Или нет? Еще там народа много будет, интересно. Там целую очередь, я привязал его. Садись сюда. Ты хочешь сзади там? Поехали. Ну что, готов к экстремальному трюку? Ребята, держимся крепко, на ходу руки в воду. Не засовываем кармашки, застегиваем. Короче, решили проходиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Проезжаешь сразу, первый город. Да, вот там были. Ага. Ну, тоже неплохо, да. Пляж хороший, людей мало. Это по деревне. Да? Вот, потом мы были в Судаке. Судак лучше понравился, больше? Ну... Вот есть как бы сравнение уже. Судак, Керчь, там, и получается Ялта. Ну, везде по-разному. Керчь там чистый пляж. В Судаке там много народу. Ну, в Ялте еще больше народу, но там как-то поспокойнее. В Судаке. Угу. Там набережная большая в Судаке. Мы там вот были проездом, мы так во всей набережной не прошлись. Мы через выезд зашли и сразу ушли оттуда. Ну, да, такая тоже большая. Там эта, по-моему, крепость там еще какая-то, да? Да. Генуэзская, как она там. Генуэзская, да. Да, да, да. Мы тоже там. Тоже были там, очень красиво было. А мы пришли уже поздно, уже закрылось. Они там до семи работают вечера, поэтому. Когда мы уже пришли, уже сказали, все, до свидания, приходите завтра. Вот. Ну, Ялта, в принципе. То есть вообще с курортом, с какими-то нашими отечественными сравнивать? Я не знаю. Поехали вечером, сходили, сегодня только на пляж и все. Собирали, собирали. На пляж в каком купались? Здесь Массандровский там или здесь? Нет, вот здесь. А, здесь где-то еще там, да, 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 есть. Это вот у нас за этой, за апельсином, да? Как она вот это называется, правильная штука? Я не знаю. Вот, дубль два. Вас зовут? Меня зовут Алена, я приехала из Саратова. Отлично, вот вообще. И что вам вообще нравится в городе Ялте? В Ялте мне нравится. Во-первых, то, что когда я приехала в Крым, получилось так, что мы первым местом заехали в Алушту. И там люди какие-то скучные, добрые. А в Ялте намного весело и люди добрые. Да? Да, намного добрее, чем вот в Алуште. Той же, хотя находится в Крыму. Буквально не знаю. Ну да, тут 80 километров, по-моему, даже нету. Да, тут 20, что ли, если не ошибаюсь. Да, 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 где-то так. А до этого отдыхали когда-нибудь в Ялте? В Ялте нет, я первый год в Крыму. Так, мы ездили по нашему побережью Черного моря. Отличается, даже протесты, например, крупные города, как Анапа. Все равно в Ялте какой-то и другой климат, во-первых. Больше гор. Это намного, это радует. Да, да, да. Айпетрия особенно красиво, да? Поднимались за горы еще, нет? Не, мы вот буквально населились сейчас, два дня, вот второй день мы уже. Угу, понятно. Приехали с семьей, и я вот с родителем. Сейчас вот решила погулять. Оторвались от родителей, в общем-то, решили отбиться от стаи. Да, классное, что здесь есть. Что здесь самое лучшее? То, что как раз мне выпало, то, что мне уже 18 исполнилось, и все, я могу гулять спокойно. А-а-а, забирай меня скорее, увози за 100 варей, да-да. Свои меня в 9-10, 18-го не увози, ну да. Так же еще у вас тут совсем другая растительность. Да, экзотики хватает. Интереснее. Ну, например, вот в Анапе, хотя вот тоже прям юг такой, здесь у нас в Сочи вроде бы пальмы только есть. В Сочи я не была родителей? Да, да, да. А тут вот пальмы, во-первых, и для сестры младшей прям вообще был кайф, потому что это увидеть пальмы, мне классно. Когда мы живем, вот, абсолютно степи. В Саратове-то я бы не сказал, что совсем степь, конечно, у вас Волга там красивая тоже. Волга, ну да. И то у нас вот Волга, к сожалению, выше там. Туда надо выше, либо наоборот кустик, где лодз. Как раз. А у нас вот прям вот больше степи, выше над нами вот в холодце, там леса. Там вот получше. Понятно, понятно. Ну, здорово. Ну, в принципе, я так тоже поддерживаю это мнение. Вот. Ялта действительно красивый город. Да. Но если с чем сравнить, вот здесь Крыма, да, то больше негде. А, в Волопке не были, да? В Волопке не были, в Волушке. Единственное, мы вот хотим по побережью как раз проехаться и узнать. Но, по крайней мере, Ялта и первое впечатление прекрасное. И вот уже находясь здесь, очень хорошо. И люди такие добродушные. Ну, конечно, на отдыхе все, все нарслабонены. Какие-то должны быть. Не, ну, бывает всякое, кстати. Как говорится, семья не без уродов. Мало ли, может, человек походик на нем только что плавалит. Ну, это не походик, это как катер вот такой. Не пробовали на нем? Нет, еще не успела, но уже хочу. Потому что, например, у нас на Черноморье, в катерах там их нет. Ну, да, да. Но, это чтобы кататься, есть единственное теплоходы. А вот такое скоростное. Что самое интересное, больше всего удивляет, то, что когда-то в эту страну ссылали таких великих поэтов, как Пушкин, Лермонтов. Тоже «Бахчисарайский фонтан» был написан. Да, да, да. И вот, как раз хотим... Тоже стараясь ездить буквально через два дня. И получается, вот тут наша вот как раз русская литература. Потому что я же наполовину филолог. Потому что у нас же в Америке выросла из театра журналистика, а в России именно из филологии. У нас институт филологии и журналистики. И больше мы филологию даже изучаем. Ухлант такой прям сильный чувство. Там на первый курс был. Вот чисто прям то Магомер и Лиаду, кстати, то приятно. Сейчас на второй, на третий курс уже, да? Второй перехожу. И вот, получается, вот мы изучали всю эту греческую культуру римскую. И тут местами приезжаешь, ялта же, и так оказывается, греческие основатели. И вот это чувствуешь... Вот это вот, как штука называется, калистра, как это там? Да. Еще, кстати, именно эти... Иногда вот сейчас скандинавы вешали именно то русалок, то еще кого-нибудь. Иногда отпугивающие, наоборот, изображения. А вот греки, кстати, тем меньше славились. Ну, именно, кстати, греческие огонь. Вот наподобие у нас же были корабли, когда мы приехали в Константинаполь, Византию, нынешний Стамбул, если не ошибаюсь, как раз греческие огонь. Вот эта культура греков с нами неотъемлемая, и тут ее чувствуешь, это приятно очень. Да, ну точно. И магазины даже вот такие, такие кафе, какие-нибудь рестораны посетить греческие. Салаты Цезарь, естественно, любимых русских. В общем, классно, да? Да. Отдыхать. Тут, если смейте, вот, например, у нас, вот чисто Кавказ чувствуется. Именно вот эта горская культура. Кавказская тема. Вот были в черкесском, они в черкесском ауле, в другом ауле были как раз. Именно, а тут немного Греции. Даже черепичные вот эти покрытия крыш, миленькая такая старина, вот нравится. То есть, тут немного советского, армянского и греческого смешалось в Крыму где-то. Ну да. Вот нас такого не чувствуется. Тут очень приятно, что Греция. Чувствую, что не зря изучала. Ну да, пригодились знания. Теперь мы с нашими зрителями. Да. Всем привет! Передаю привет мамочке из Сарата. Всем в Сарату. Подружкам особенно, которые вытерпели филологию со мной вместе. Нормально. Сейчас бедные на практике троют. А у вас очкингиздо как? Не приходилось еще там побывать? Еще нет. Вот мы как раз узнаем, что здесь у вас не сдох. Когда ехали в Крым, обязательно думаем, Севастополь посетить. Ну да, это символ Крыма как бы. Причем еще, вдобавок, это третий город государственного значения в России считается. Отдельный мы субъект выделили. Плюс еще вот, это чисто вот так по-семейному решили. Нашли все футболы, тельняшки. Поехать чисто в тельняшках. Ничего себе. Потому что, во-первых, это наши войска там, потому что это же морской порт, там столько кораблей, причем и военных, и таких. Да, тематика военная там присутствует очень много. Да. Там тоже, может быть, будем нас еще неделю, наверное, может быть, туда доедем. Балаклава тоже советую посетить. Там подводные лодки там делали раньше когда-то. Еще хотим в пещеры. Пещеры тут где-то есть, потому что у нас талактит, талагнит, яснешно. У нас в Абхазии тоже хорошая пещера. Ну, не у нас, а в Абхазии. Ну, Абхазы это почти наши. Потому что они к нам относятся так хорошо. Добавок, это мы одни из первых вроде бы признали, что они суверенитет от Грузии, если не ошибаюсь. Ну, да. И же война там была с ними. Да. Ладненько, спасибо. Ну, да. Кстати, а как относитесь к тому, что Крым вернула, как говорится? Ну, как относится? Местные. Ну, местные, у многих мнений разные. Разбилось на два лагеря, как бы. Есть, которые и за, как бы, то, что поддерживают Россию. Но большинство все-таки поддерживают. А что самое интересное, я увидела в такой момент, то, что, во-первых, украинских номеров много сохранилось. Ну, да. Ну, сохранилось, они приезжают сюда. Это? Что-то катера-то не было вроде такого. Какой-то новенький появился. Да. И сюда, сначала, думал, в полицию, но полиция бы двумя огнями прибегала. Полиция Майами. Ну, да. Полиция Майами. Ясно. Ну, спасибо большое. Мне зашло. Очень приятно было пообеду. А что вообще, как бы, запомнилось больше всего? Ну, нравится вам, допустим, в Ялте? Кроме там, Ласточкиного гнезда, гнезда, там, вот это вот таких популярных мест. Ну, как, сама природа, вся Ялта, это, мне кажется, вообще, как это может не нравиться. Ну, да. А вот изменилось отношение какое-то, допустим, к России, спустя два года, да, как бы Россия пришла сюда, в лучшую сторону или худшую, как бы, ну. Ну, сравнивать я не могу, потому что я здесь не жила. А, раньше не было, да, возможности такое? Понятно. Я не могу, но однозначно, я считаю, всего свое время должно, как бы, какое-то время прийти, чтобы в составе России здесь хорошо начали жить. Не, люди просто вроде как, там, кричали в восторге такие, там, поначалу. А сейчас смотрю, как бы, люди разделились на два лагеря. А что они хотят? Чтобы сразу все? Ну, да, что сразу так не бывает, да. Это надо время, как бы, чтобы все это перестроилось на нужный лад. Зарплату, вроде, подняли, да, пенсии, а все равно цены тоже подскочили, как бы. Просто, мне кажется, не, это одно, но, мне кажется, я не встречала людей, которые были бы довольны, чем бы, своей жизнью, да, вообще. У нас менталитет такой. Не так воспитывают. А вы откуда приехали, если не секрет? А? Откуда сами приехали? Со славянска, Донецкая область, а там туго. А, это... Те, кто жалуются, но жизнь здесь. Это у вас там, по-моему, как раз сейчас не очень хорошо, да, там война, по-моему, же. Ну, уже, по крайней мере, более-менее, там перемирие, там заключили, или нет? Как нам СМИ преподносит информацию, там, я просто не знаю. Я бы не сказала, что там все хорошо. Но, как, уже чуть спокойнее, но все равно, в некоторых городах, как же война. А сюда приезжайте, как бы, просто отдыхать или работать еще? Я здесь работаю вот так. Где? Два года здесь уже. А, два года работать? Да, работать приятно и с полезным, как бы, отдыхать, и мы можем еще, как сказать, еще и работать. Ну, да, можно так сказать. Просто, когда здесь живешь, ты не ощущаешь вот этого, как-то. Как если раньше с раненым, когда сюда на воду, здесь приезжаешь, все другие ощущения. А, ну, понятно, потому что ты отрываешься каждый день, там ходишь, ты, как бы, расслабляешься, тебе не надо напрягаться, ничего. А здесь получается, ну, обыденность какая-то. Уже не так радует море, не так рядует, все. Все приедут, приедается рано или поздно, как говорится. Я ко всему привыкаю, даже сам, мне хочется чего-то нового. Да. А как зовут вас? Юля. Юля? Да, мне не сказать, что мне хочется чего-то нового, просто, ну, не знаю, как-то, вот, ощущение, эмоции, те, которые были изначально, когда приехала сюда, да, это одно. Сейчас немножко другое, уже так все спокойнее, уже даже, ну, если раньше хотелось в компанию выходить, где-то отдыхать бы, а сейчас комфортно одной где-то. Ну, вот я что-то и удивился, то, что девушка вроде одна сидит, странно как-то, ну, да, ну, как бы все ходят в основном парочками, влюбленными, влюбленными парочками. Да, ну, не только, много и, как сказать, одиноких людей. Ясно, очень интересно, смотрите нас, ну, смотрите на нас на нашем канале. Добрый вечер, девчонки. Скажите, ваше отношение к Ялте, как, набережная, нравится, не нравится? Нормально, да. Слов, пожалуйста, скажите, как вы относитесь к Ялте? Отлично, положительно, замечательно. Давно отдыхаете? Ну, четвертый день. Да? А до этого где больше понравилось отдыхать? Ну, есть сравнение, допустим? Только Ялта? Да. Из всего Крыма? Да. Отлично. А где были? Да, везде были. А где были? Садакии, везде, и Волушки, и Волупки, везде были. Самый любимый город. Отлично. А сами издалека? Днепропетровск. Украина. Украина, а, ну, всего Украины привет, до свидания. До свидания. Всего хорошего дня, вечера. И Непрога. Добрый вечер. А это что такое? Багини, удачи. А, с вас 100 рублей? С вас 100 рублей? А, со мной? Со мной 100 рублей? А, понятно. Это что такое за образ вообще? Образ чего? Это богиня удачи. А, богиня удачи. Мы для Ютуба. Вот, богиня удачи, значит, вот такая вот красивая здесь находится. Так что, люди, обращайтесь. Вызнательно сфотографируйтесь. Вот, у вас на заднем фоне так красиво еще и катер отходит. Добрый вечер. А скажите, как у вас, у вас, вот, складывается отношение с Ялтой? Вам нравится? Нравится город? Вот это тоже есть в Ялте. Правда? Вы, оказывается, местная? Да. То есть, прямо из Аммана Ялта или где-то с Крыма просто? Да, я с Ялтой. Да? Ясно. Ну, в общем-то, вот так вот гуляете по набережной, да, целыми днями? Да, отдыхаем. Молодцы. А куда вы посоветуете нам, вот, простым туристам пойти? В Матрицу, в Матрицу. Там история эта в той стороне, а Матрица это туда, да? Да. Или на Латвистовый Вердок. Куда? В Маске. А, у вас, в смысле, экскурсию, что ли? Да. Не, ну, экскурсию это понятно, да. Мы, кстати, там не были. Ну, на Бориске, в Бориске, в Бориске, на Айпетре. Я не знаю, куда. Да. Айпетры? А, на Айпетры, это, сме, здесь подняться, по канатке? Айпетры, я далеко не знаю, сейчас, конечно, там. Не, ну, понятно, а там Айпетры, кстати, с каких канатка работают? Не знаю. Не знаете, да? Да. Ну, всю жизнь живете, не знаете. А, в принципе, вам это не надо, да? Да. Вы уже устали, наверное, от этой горки, штамбыли сто раз. Да. Ясно. Столицу. Столицу, да, в принципе. Не были в Москве? Нет. Хотите побывать? Я была маленькой. Ну, маленькая, это уже не серьезно, уже, наверное, все забыли, да? Ну, в принципе, всегда есть возможность, как бы, тем более сейчас вообще открыты, вообще, двери там, в любой момент. Сейчас мост навладит, вообще будет легко. Да, скоро будет. Ну, ладненько, девчонки. Тут меня просто товарищ потерял. Все, давайте, удачи. Всего хорошего вам. Спасибо за... Это канал? Да, это канал у нас на Ютубе. Ладно, спасибо. Да, надо. Чуваки, да? Иначе возьмем тут. Сейчас подадим к чувакам, возьмем, что они там раздают. Можно? Приглашаем. Спасибо. Спасибо. Три зала, известные артисты, тематические вечеринки, большой арт-коллектив, суши, европейская кухня. Профессиональные караоке, кстати, тоже. Ну, а мы, да, заходили вчера, смотрели. Ну, мы, это, домой придем, все, мы зайдем на сайт. Короче, сейчас с Андрюхой зайдем в караоке-бар. Пойдем. Отдельная статуя. Пожалуйста. Вот. Отдельная статуя. Айс-бэйби, я буду тебя любить, даже когда я ходу на небе, но пока что я здесь, и я бэйби, и я тебя люблю, слышишь? Айс-бэйби, 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 айс-бэйби. Айс-бэйби, айс-бэйби, айс-бэйби. Ну, как отношение к Ялте, как вообще, впечатляет? Да, очень хорошо. Что заполнилось? Атмосфера, я думаю, все очень хорошо. Ну, а есть с чем сравнивать, допустим, среди наших вот курортов других? Получается? Такие, как Сочи, Геленджик, допустим, там. Нет, сейчас не было, очень похоже на Турцию. На что? На Турцию похоже. Ну, а, девчонка, хорошего воздуха. Пойдем дальше. Здесь Ялта? Очень понравился. Понравился город? А, а вы давно уже здесь? Сколько дней? Второй. Второй день? А откуда издалека приехала? Да. Понятно. А что именно заполнилось? Кстати, народу сегодня, по-моему, больше, чем обычно. Всегда вот мы вчера выходим. Да, но мы проводим, как бы, свой запрос, как бы, чем нравится Ялта, набережная там или что-то такие-то. Климат. Климат нравится, да. Тропически. Мы были в Сочи, да. Мы были в Сочи, там, может, больше влажности, здесь мы... В Сочи больше влажности, да? Да. Здесь получается получше, да? Здесь лучше климат, температура спокойно, хорошо. Просто замечательно, стимулка. Хватает. Ялтицкая конференция, знаменитая проходила здесь. Ну, Леводическое дворце проходила, согласен. Все с вами понятно. Опрашиваю. Ну, спасибо большое. Скажите пару слов, пожалуйста. Здорово. Что нравится, например? Все нравится, замечается. Ну? Набережная. Набережная, Костная? Да. Вы здесь уже давно гуляете? Солнце, море, пляж. Солнце, конечно, сейчас очень много, хватает. Да. Но море рядом, по крайней мере, вот он прям. Какой подачек. А что запомнилось? Ну, среди вот курортных городов, вот эта набережная, допустим, Ялта. Ну, мы только приехали, конечно. Первый день сегодня? Ну, не первый. Второй, третий, четвертый, пятый. Да. Да, да, пятый, десятый. Именно. Ну, где-то, короче, рядом, да, поймал почти. Ну, в общем-то, предпочтение бы отдавали среди курортных городов, какому бы лучше бы? Ну, мы только здесь были, в городах Крыма. А вы где, откуда сами приехали? Казань. Казань-то у нас, ну, в привычное расстояние, тысячи полторы, наверное, да, не меньше? Если не больше. Да. На самолете 3 часа. Да, ну, смолете вообще шикарно, просто прям быстренько, хоп, и вы уже здесь. Ясно. Ну, ничего, нормально все. В Геленджике просто есть там такое, как бы, то, что вокруг набережной, да, там присутствует кафешки кругом, и везде музыка играет. А здесь, как бы, наоборот, такого нет. Здесь вот, в основном, подают предпочтение творческим, таким вот личностям, как вот сейчас выполнять на гитаре, там, допустим, человек. Ну, есть такой, своеобразный, как бы, именно вот конкор вот в этом плане. Многим нравится, собираются, слушаются, с удовольствием. Хотя мне тоже нравится. Как его зовут? Надя. Оля. Надя Оля. Вот, отдают предпочтение Ялте. Хотя какие-то сами грустные. Замяженные. Так вам надо это, горячить. Так BCE. Вот. Оля. 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 Субтитры сделал DimaTorzok